Снегопады и гололед этих погодных явлений не избежать, но к ним можно подготовиться. В этом году городская администрация к уборке магистральных улиц подошла более-менее ответственно. Закупленная в прошлом году техника, хоть нечасто, но все же появлялась на дорогах. Как следствие снежного коллапса в этом году удалось избежать. Чего не скажешь о многочисленных ДТП после снегопадов. Жертвами скользкой дороги стали и эти двое автомобилистов. Скорость вообще не было никакой, можно сказать, 3-4 км в час. Просто вот, лед, снег, забил шипы, ну вернее резину забил и все. Кто прав, кто виноват, разберутся выехавшие на место аварии сотрудники ГИБДД. Однако сами водители лишь сочувствуют друг другу. По их мнению, во всем виновата неудовлетворительное состояние проезжей части. Его вина особо нету, здесь как бы инерция и дорожные условия, конечно. Только тронулись, вот пешеходку пропустили, пешехода и тронулись. И вот передо мной затормозили, я это затормозил, АБС сработал и все. Попасть в ДТП даже на центральных и относительно чистых дорогах не составляет труда. Что ж, говорить о немагистральных. Уборочная техника здесь как не появлялась, так и не появляется, хотя на календаре уже последний месяц зимы. Напомним, что МУП ЖЭК выиграла контракт на 500 миллионов рублей. При грамотном подходе этих денег вполне бы хватило для успешной борьбы с осадками. Но ВОЗ и ныне там. Опасение вызывает и безопасность пешеходов, передвигающихся по немагистральным улицам и придомовым территориям. За содержание последних полностью отвечают обслуживающие организации, то есть управляющие компании и ТСЖ. По нормам дворы должны убираться в течение трех часов после окончания снегопада. За несоблюдение этих правил многие управляющие компании города уже получили нарекания от Государственной жилищной инспекции. И, казалось бы, поспешили исправить недочеты. Во многих дворах снег у подъездов действительно расчищен. А дальше ходите, как хотите. Снежная каша и гололед становятся непреодолимой преградой. Особенно для пожилых людей. А я с палочкой иду, с палочкой. Я тихонечко иду, тихонечко пощупаю вот так. Складывается впечатление, что коммунальщики решили просто заградиться снежной стеной непонимания. До проблем простых граждан им опять нет дела. Возможно, что только весна расставит все по своим местам и освободит горожан из снежного плена. Екатерина Карпова, Светлана Маркина, Виталий Осипов, Рэнтовый пилот.